Бобруйский ДСААФ через месяц откроет сезон прыжков с парашютом. Альтернатива на апрель – мотобол. Игра двух противоборствующих команд на мотоциклах, которые забивают мячи в ворота соперников. Хочу сказать, что мы уже имеем успехи. По мотоболу в прошлом году заняли третье место в Республике Беларусь. Также привозят медали за призовые места и наши мотокрассмены. Кроме того, любой желающий может прийти и взять в аренду мотоцикл. Еще одно развлечение от ДСААФ – мотокросс. Мы подготовили сейчас площадку детскую, чтобы они здесь накатывались на глазах, а потом уже выпускать на большую трассу. Гонки на пересеченной местности или специальные площадки по замкнутой трассе с естественными препятствиями. Существует еще суперкросс – соревнования на стадионе под открытым небом или в зале по трассе с использованием в качестве покрытия песка, земли, дерна. Сейчас у меня занимается около 4-5 человек из детского подросткового возраста, а так занимаются еще взрослые подростки, ну не подростки, человек 6-8. Необычным новшеством для молодежи автошкола также прибивает стрельбу из пневматической винтовки, как средство массового обучения учащихся. А как известно, оружие очень быстро становится привычкой и страстью. Занятия помогают развить в человеке настойчивость, хладнокровие и терпение. Главное условие – держать оружие обеими руками, плотно прижимая к плечу. Всего действует 8 секций. В секциях занимаются до 8-10 человек. Наиболее результативная секция по стрельбе в пневматической винтовке создана и действует при 30-й школе нашего города. Заниматься в этой секции начинают, как правило, с 10-11 лет до 18. Люди, у которых есть хобби, чувствуют себя счастливее. Психологами доказано – самореализация в любимом деле помогает избавиться от стресса, расслабиться после сложного учебного или рабочего дня и получить признание окружающих. Елизавета Житкова, Станислав Чечерин, Бобруськ, 360.